Какое место для ML тренировок Было заслужено, мне кажется И почему это было сложно В команде нас было трое Я, Паша и Денис И данной командой получилось попасть в золото Значит, о чем мы сегодня расскажем Сначала опишу задачу, как она выглядела И какие данные были, какие сложности были в задаче Начну описывать решение Паша продолжит, закончит описывать наше решение И расскажет про решение других команд Начну с описания данных У нас было 12,5 тысяч картинок в тренировочном датасете И 1800 картинка в тестовом датасете И в приватной части датасета было 3,5 тысячи картинок Примерно На масках было 4 класса И что это за классы мы не знали То есть смысл физических этих изображений, объектов мы не знали Для нас это было просто 1, 2, 3, 4 классы Все это дело было закодировано в RLE кодировке И метрика была средней DICE по 4 классам Причем метрика штрафовала, если картинка пустая И мы предсказали хотя бы один пиксель То DICE становился равен 0 И достаточно жестко метрика штрафовала за такие false positive Распределение классов было довольно несбалансированное То есть на диаграммах видно, что у нас 2 класса было очень мало Всего лишь 247 сэмплов Тогда как 3 класса было около 5000 сэмплов И большинство данных в тренировочном датасете Так же как и в тестовом было пустых То есть на маске не было объекта данного класса Однако распределение классов в трене и в тесте было примерно одинаковым То есть такое же распределение по классам было и в тесте И в паблик-тесте, как видимо, тоже было такое же распределение по классам Но было разное распределение по пикселям, по яркой пикселей То есть в тесте тест отличался от трена И это сыграло свою роль Потом об этом Паша чуть позже расскажет А для трейна и теста были взяты разные куски стали, так скажем, и поэтому распределение по яркости не отличалось. Немного о разметке расскажу, что разметка была довольно так себе сделана, то есть в трейне присутствовали одинаковые картинки, но размечены они были по-разному. И были маски, которые были размечены довольно плохо. То есть если некоторые объекты были размечены довольно четко, то некоторые объекты взяли большую кисть в пейнте и просто плюхнули, и маска. И так сойдет. Это соревнование было kernel-only, это накладывало некоторые ограничения. То есть у нас не было возможности подключения к интернету во время инференса. Ну и значит мы не могли туда грузить какие-то библиотеки внешние. На инференс был всего один час нам выделен. И примерно в середине соревнования ввели ограничение на кегле, что можно использовать всего лишь 30 часов в неделю на GPU. А для инференса нам нужно было GPU, и если инференс идет один час, то там было довольно ограниченное число у нас попыток на инференс. С этим, конечно, участники мириться не захотели и написали такой небольшой скриптик для того, чтобы сделать быстрый сабмит. Этот сабмит не предсказывал private часть теста, но он предсказывал паблик, чтобы посмотреть скоро на лидерборде. Самой сложной частью в этом всем была не забыть написать честный инференс уже к концу соревнования, чтобы не упасть, как ребята, которые сдались и оказались внизу лидерборда в конце соревнования. Хотя они очень хорошо шли. Изначально мы отделили 451 картинку на валидацию и холдаут, и локально, на локальной валидации вот этот холдаут давал скор 0.95. Дайс. Ну, средний дайс был 0.95. На паблике это все давало примерно 0.91 скор. И по ходу соревнований был выложен Kernel, который назывался Steel Adversarial Validation. То есть там человек просто обучил классификатор отличать в картинках, где трейн, а где тест. Этот классификатор работал достаточно хорошо, то есть он с точностью 85% определял, что вот эта картинка из трейна, а эта картинка из теста. Это все говорило о том, что у нас трейн датасет довольно серьезно отличается от теста и от паблика. Ну и мы с самого начала подозревали, что будет шейкап небольшой. Так и получилось, но об этом чуть позже. Начну про наше решение. Значит, схема на слайде представлена. У нас была довольно сложная, тяжелая схема, которая сформировалась путем мерджа в команду отдельных ее участников. Изначально первым шагом у нас шел классификатор, для того чтобы определить, где у нас есть маски, а где нет масок. То есть, по сути, у нас мультилейбл классификатор отделял те картинки, на которых и есть маски. Дальше эти картинки шли на мультилейбл сегментацию, которая по факту тоже выполняла роль классификатора. Ну и выполняла ее неплохо, по крайней мере, судя по паблик-лидерборду. И после мультилейбл сегментации те маски, на которых у нас есть объекты, на которых и классификатор, и сегментатор сказали, что есть объекты, уже шли в бинарную сегментацию. Для каждого класса своя модель была обучена. Бинарная сегментация гораздо лучше работала именно в задаче сегментации. То есть, и на выходе каждого бинарного сегментатора получившиеся маски кодировалось в RLE и отправлялись в MIT. Про классификатор. Мы обучили три фолда SINET 154. На самом деле мы обучили пять фолдов, но так как у нас время инференса было ограничено, мы на инференсе оставили только три фолда. Учили на ресайзе 128 на 800, потому что больше RLE просто долго тренировался и не вылазил в большую батчу видеокарты. В качестве агментации использовали H-flip и нормализацию на параметрах из имидженета стандартную. Оптимизатор Rectified Adam был и Loss BCE без TTA. Как такие дополнительные фишки, мы использовали pseudo-лейблы. Одну итерацию pseudo-лейблов. Мы уверенно считали как средняя из модуля разницы между предсказанным значением для каждого класса и 0.5. Это нам давало некую оценку уверенности сети в том, что здесь есть какой-то класс или нет. И порог для бинаризации предсказания классификатора мы подбирали по максимизации F1-скоро. Вторым шагом шла мультилейбл-сегментация, на которой у нас было в ансамбле 8 моделей. Там было 4 фолда PSP.NET. Странно, PSP.NET на эту задачу хорошо зашел. С бэкбоном SE ResNet 101 и FPN на SENet 154 и PSP.NET на SENet 154. Тренировали это все дело на кропах и на полных изображениях. То есть PSP.NET мы тренировали на полных картинках, а FPN и PSP.NET на SENet 154 мы тренировали на кропах. В качестве аугментации продали H-flip, V-flip и свою кастомную аугментацию мы сделали crop non-empty mask if exists. она заключалась, значит, в том, что если у нас картинка приходит, на которой нет маски, нет объекта, то тогда там берется рандомный crop 256 на 256. Если на картинке есть объект, а на тренировочной картинке есть объект, то у нас crop делается вокруг этого объекта, чтобы у нас на такой маске 100% мы брали объект в тренировочную выборку и на нем тренировались. оптимизатор Adam Radam и LOS был BCE простой и BCE плюс jacquard. И в качестве TTA использовали H-flip. Ну, из фишек, кроме кастомной аугментации, мы использовали также в качестве бэкбону сетку, притренированную на первом этапе. То есть это значительно ускоряло процесс обучения и улучшало сходимость, ну, и сетка тренировалась немного лучше. Также мы на постпроцессинге удаляли маленькие объекты и пустоты в объектах размером меньше 128 пикселей. И шаг, который очень хорошо заходил на постпроцессинге, который значительно на паблике скоро улучшал, это зануление маски, если сумма пикселей на ней после бинаризации меньше определенного порога. То есть это позволяло нам отсеять те маски, объекты на которых предсказаны были слишком маленькими, ну, то есть они, наверное, не могли быть в реальности такими маленькими, как нам предсказалось. То есть убирали false positive. И пороги для бинаризации мы здесь не подбирали, просто подобрали, ну, оставили лут, те пороги, которые давали лучший скор на лидерборде 0.45. Вот часть нашего решения описал, дальше продолжит Паша, ему слово. Всем привет, меня зовут Павел. Я расскажу, что у нас было на третьем этапе нашего решения. Здесь у нас были стандартные архитектуры UNED и FPN, которые мы использовали для бинарной сегментации. То есть у нас, для каждого класса, была своя отдельная модель. Причем каждую модель мы обучали только на изображениях, на которых были дефекты. То есть, например, если у нас для второго класса есть всего 247 изображений с дефектами, то и модель мы учили только на этих 247 изображениях. При этом во время обучения еще делались кропы 256 на 768 и такие, чтобы обязательно на изображение попадал сам дефект. По факту, при обучении у нас модель никогда не видела даже изображений, на которых нет дефектов. И это, как ни странно, работало лучше всего в нашем случае. Каждая модель тренировалась где-то 60 эпох с постепенным уменьшением learning rate и использовался уже всем полюбившийся rectified Adam. Лоссы здесь стандартные, Dice и Focal. И, кроме того, во время обучения для каждой модели сохранялось по 5 чекпоинтов. Это сделалось для того, чтобы после того, как модель уже готова, то есть она обучена, брались эти чекпоинты, сортировались по скору и выбирались те чекпоинты, которые при усреднении давали наилучший скор. То есть, например, берем первый чекпоинт и второй, усредняем их веса, валидируем модель. Если качество улучшилось, делаем то же самое, добавляем третий, четвертый и так далее. Те чекпоинты, которые при усреднении не улучшали скор, они просто отбрасывались. Это докидало достаточно много, то есть порядка 0,5% пункта к Dice. Ну, из аугментации здесь использовались стандартные из альбоментейшнс, это вертикальные горизонтальные флипы, скейл небольшой, брайтнес, JPEG compression. Кроме того, участник по имени Хэнк, если кто участвует в КГ в соревнованиях, его знают, с аватаркой лягухи такой, он писал очень много разных постов на форуме и вот в одном из них описал код такой аугментации, как иллюминейшн. Если посмотреть на изображение, там на некоторых из них видно засветы, блики на стали от освещения. И эта аугментация, в принципе, делала что-то подобное, то есть она повышала локальную яркость на изображении. Это, в принципе, не докидывало ни на локальной валидации, ни на лидерборде, но и не ухудшало. Поэтому я решил оставить, так как выглядело довольно натурально. Ну и на тестовое, во время инференса мы используем тест тайм аугментейшн, здесь это тоже горизонтальные и вертикальные флипы. Ну это мы рассказали о том, что у нас работало, теперь о том, что мы пробовали, но не завелось. В первую очередь я большие надежды возлагал на мультитаск тренинг, то есть когда мы берем, например, наш юнет или фпн и к декодеру добавляем еще дополнительный выход, ну, дополнительную голову для классификации. Соответственно, у нас есть одна сеть, которая может как классифицировать изображение, так и выдавать нам маску. Причем я это делал так, я добавлял дополнительную голову и вот этот выход, дополнительный, как написано там, лейбл, да, я потом умножал на саму маску и только после этого уже считал там лосс, например, dice или bce dice. Это, в принципе, хорошо сходилось, но на локальной валидации давало скор чуть ниже, а на лидерборде гораздо ниже, чем другие подходы. Собственно, тут еще, так как в этом соревновании были у нас ограничены ресурсы, то есть у нас был всего один час на inference, в этом подходе можно было сделать такой трюк, то мы, например, берем изображение, прогоняем его через энкодер и через голову для классификации. Если у нас классификатор говорит, что маски есть, то только в этом случае мы вот эти фичи из энкодера, которые уже готовы, мы их прогоняем через декодер. Таким образом, можно было сэкономить достаточно большое количество времени. Кроме этого, мы пробовали уже в конце соревнования по аналогии с бинарной сегментацией тренировать бинарные классификаторы, которые просто один против всех, есть первый класс или нет. Это работало тоже гораздо хуже. Не завелись у нас и efficient net, очень странно, хотя у большинства участников, потом я расскажу, как раз основные решения были построены на них. Пробовали soft label, тяжелые аугментации, сложные схемы, понижение, повышение learning rate, там, рестарт и что-то в этом роде. Кроме того, пробовали тренировать сети с сложными схемами сэмплирования. Например, когда мы тренируем модель в течение, например, трех эпох, потом прогоняем весь train, запоминаем, какие у нас результаты у изображений, то есть какой dice на каком изображении и сэмплируем чаще те примеры, которые сеть затрудняется правильно размечать. Это тоже в принципе работало, но не давало лучший скор, чем мы просто берем, например, обычный рендом сэмплинг и используем focal loss. К концу соревнования также в целях экономии времени, так как у нас было достаточно много моделей и мы хотели их все как можно больше запихнуть в наш кернел, пробовали использовать batch norm fusion. Если кто не знает, это такая техника, когда, например, у нас есть свертка и за ней идет batch norm, мы можем пересчитать веса свертки так, чтобы можно было просто убрать batch norm для инференса. Это в принципе работает, но для сетей типа SE net 154 и SE resnex 50 мы это сделали и это дало прирост производительности порядка 5% всего, поэтому решили особо не заморачиваться и забили на это. пробовали на втором этапе, где у нас сегментация, мультилейбл, пробовали как-то там мержить ее результаты, пробовать какие-то другие подходы, например, брали уверенность сегментации как средняя уверенность по саму дефекту, то есть мы брали именно дефект и смотрели насколько он уверенный в среднем по всей маске. Но ничего из этого не помогло. Здесь можно посмотреть, как наш скор рос со временем на публичном лидерборде. К сожалению, у нас нет такого же графика для приватного лидерборда, потому что мы использовали в основном фас-сабмиты и, соответственно, для них у нас на привате везде нули. Изначально подход был такой, у нас было всего два шага, то есть первое это классификация, второе сегментация. Сильно добросил псевдолейблинг на публичном лидерборде, однако на валидации это был сравнимый эскорт, то есть практически не докидывал. Ну и какие-то небольшие инкрементальные улучшения получились за счет добавления еще там моделей сегментации, оптимизации трешхолда. И вот потом где-то за 7 дней до конца соревнования мы смержились в команду с ребятами и начали думать у меня в тот момент был такой же подход, то есть тоже классификатор и сегментация. И мы начали думать как нам объединить наше решение. Во-первых, у нас были разные фолды, соответственно, не было возможности все это завалидировать. И мы решили как-то проверить сначала все это на лидерборде, а потом если что-то заработает, тогда уже переучить сетки и нормально завалидироваться. Пробовали менять, как-то джойнить классификаторы, менять их, менять сегментаторы, ничего не помогало, все, скоро было хуже. В какой-то момент решили просто взять лучший сабмит и удалить все маски, которые есть в этом сабмите и попробовать маски, которые предиктят мои бинарные сегментаторы. И вот, как ни странно, это лучше всего подошло, то есть таким образом у нас появился именно третий этап в нашем решении. Ну и потом уже перебучили все модели под общие фолды, там добавили еще модели в ансамбль, это тоже дало небольшой прирост. И вот, в принципе, с таким решением мы подошли к концу соревнования, очень боялись шейкапа, потому что у нас, в принципе, не было какого-то запасного варианта, у нас, в принципе, и на нашей валидации, и на лидерборде были лучшие сабмиты выбраны. Соответственно, искали все время запасной план, может быть, как-то можно в два шага уложиться или в какие-то другие сетки взять. Все сильно хуже работало, в итоге остались чем были, и, собственно, вот к чему это привело. Мы, в принципе, не сильно куда-то улетели, мы были на восьмом месте на публичном, и оказались на двенадцатом в итоге. Но вот пострадало большое количество участников, то есть вся первая пятерка практически улетела там и рассыпалась по лидерборду кто куда. Тот самый Хэнк, который лягуха, он с первого места улетел на 70-е, знатно оверфитнувшись на лидерборд. Да, ну и там еще пара участников. Ну, если есть, кто улетел, есть, кто и поднялся. Соответственно, там ребята апнулись на 80-50 мест, попали в золото, в деньги. Ну и сейчас, в принципе, рассмотрим их подходы, которые помогли им добиться таких результатов. Вот кратце описание решения первого места. у них все достаточно стандартно. Большинство участников в этом соревновании использовали такую схему. Классификатор отсеивает пустые изображения без дефектов, потом используется сегментация. Единственное, что у них, наверное, тут нестандартно, ну, во-первых, они использовали efficient net в основном, во-вторых, они учили их на практически полных изображениях, то есть небольшой кроп, который отсекал какие-то края только. Использовали свою выдуманную аугментацию, это defect blackout, то есть они закрашивали просто местоположение дефекта и тем самым меняли у него лейбл. И, наверное, единственные, кто использовали несколько раундов псевдолейблов, по крайней мере, из описаний на форуме. Видимо, все это позволило им подняться с 11, по-моему, с 10 места на первое. После только закончилось соревнование, буквально через несколько минут участник еще под именем Карл написал на форуме, что у него есть сабмит, который гораздо лучше того, что выигрывает это соревнование. То есть если у победителей 0,908, то у него 0,91 с плюсом был. Соответственно, он сразу же быстро описал свое решение и очень расстроился, что ему не удалось выиграть соревнование. Подход у него тоже был достаточно стандартный, классификация и сегментация, но были несколько фишек, которые, наверное, позволили ему достичь такого высокого скора. Во-первых, он больше всего уделял времени именно сегментации, то есть он долгое время учил только сегментаторы и делал на них основную ставку. Но под конец соревнований, когда он начал проседать на лидерборде, он решил, что нужно добавить еще классификатор. Но так как он не подбирал особо гиперпараметры для классификатора, то он очень боялся, что этот классификатор ему все испортит. И он придумал такую кастомную схему, как же ему добавить классификатор, чтобы он ничего не испортил. то есть он делал так, брал лейблы из классификатора и смотрел уверенность классификатора. Если классификатор говорит, что у нас есть дефект, то он повышал трешхолд для сегментатора. Если соответственно классификатор говорит, что дефекта нет, он понижал этот трешхолд. То есть такой как бы софт гейтинг получается тоже для такая схема. Он также использовал псевдо лейблы и основную проблему, которую он написал, которая не позволила ему выиграть соревнование, это что в конце, в самом конце соревнования, когда он читал форум, он увидел обсуждение, которое создали мы, в котором мы спросили у участников, сколько у них предсказывается масок для каждого дефекта. И некоторые люди начали писать какой пропорции они предсказывают. И он начал задумываться о том, почему он предсказывает слишком мало масок в сравнении с другими участниками. И решил попробовать другую схему усреднения результатов, чтобы как-то повысить количество этих масок. Ну и собственно привело это все к тому, что эта схема повысила его скор на публичном лидерборде, но сильно отбросила его на приват. Ну и куда же мы на соревновании по сегментации без ребят из ОДС, которые попали в деньги, апнулись очень высоко. Они тоже использовали подход классификации и сегментации, но тренировали одну сеть, мультитаск как раз, который я описывал. У них как ни странно это завелось и в принципе работало хорошо. Ну единственное отличие, что тут я как раз учил, это во время обучения использовал этот софт гейтинг, а не только во время инференса. Ну по архитектурам тут все стандартно, те же самые FPN и юнеты, но на стандартных бэкбонах. Ну еще они тут использовали каталист и Fp16. В принципе сейчас уже на форумах у него внимание, так что подключайтесь. Ну и соревнования еще кроме того, что был раунд по стандартное соревнование, где нужно получить наиболее высокий скор, здесь еще был раунд, который позволял первым 50 участникам, которые заняли высокие места, попытать силы эффективности. То есть нужно было не опустившись ниже 50 места, то есть набрать скор выше 903, сделать инференс максимально быстро. Здесь отличился некий Степан Стефанов, который мало того, что попал в эти 50 участников всего за 5 сабмитов, еще и апнулся на 256 мест, но и в целом смог с значительным отрывом вырвать победу в этом раунде. У него подход он написал как раз только вчера, так как efficiency round закончился недавно. В целом у него была одна сеть, которая тоже училась multitask, то есть и классификатор, и сегментатор. И в качестве бэкбона там был efficient net b0. И он использовал как раз эту схему, которая позволяет, сначала он прогонял через энкодер и классификационную голову, а потом если классификатор был уверен, тогда уже только прогонял через декодер. Ну, в целом, да, и псевдолэб он тоже использовал. Ну, если кому-то интересно, можете зайти на форум, прочитать его решение. Так, ну и немножко пиара. В целом, я не планировал участвовать в этом соревновании. Хотел просто сделать кернел, чтобы показать, как пользоваться моими репозиториями с сегментационными моделями. И непосредственно в процессе подготовки этого кернела уже я как-то втянулся, и кернел так и не сделал, и просто начал участвовать в соревновании. Ну, так что вот хотя бы здесь расскажу. Если кто-то занимает сегментацией, пожалуйста, заходите, пользуйтесь. Вот Segmentation Models PyTorch и Segmentation Models. Очень много разных бэкбонов, все достаточно удобно, можно делать много экспериментов, выбирать то, что вам нужно. Для всех бэкбонов есть притренированные веса на ImageNet, так что можно настакать кучу ансамблей для соревнований. И во время соревнований еще я подготовил небольшую библиотечку, которая позволяет делать тест-тайм и аугментацию тоже достаточно удобно, выбрав нужные аугментации для этого. Ну, и стоит отдельно еще отметить, что мы пользовались Albumentations. Это сейчас по факту, наверное, самая популярная библиотека для аугментаций. все очень удобно, пользуйтесь. Вот. Ну и тут пара статей, такие, кому там может быть что-то было непонятно про average весов, про псевдолейблы, тоже можно зайти и почитать. в принципе, у нас все. Можете задавать вопросы. Спасибо. Если у кого вопросы. Для эффективности пробовали вы в кернел установить TensorRT? Нет, не пробовали. А кто-то еще пробовал? Ну, даже вот чувак, который выиграл по сути efficiency раунд, я так понял, что даже он, несмотря на то, что можно было сабмитить не через кернел, а делать докер-контейнер, я так понял, что даже он в принципе не делал TensorRT. Так как у него был EfficientNetB0, и у него в принципе устроила скорость. Еще, насколько я понял, чувак, который взял приз за эффективность, он использовал для экспериментов каталист тоже. Спасибо. Еще вопросы? Вы говорили, что кто-то из участников делал аугментацию тем, что каким-то черным закрашивали эти места? Да. А как они это вручную просто делали? Нет, у нас же есть маска дефекта, то есть мы можем просто по маске закрасить, ну просто можно допустим изображение умножить на маску, на инвертированную маску, и соответственно получаем черным закрашенный дефект. Можно еще там сделать дилатацию, чтобы немножко края захватить, например. И вот тот скрин, который мелькал, это реально так? Да, да, это вот как раз сейчас. Да. Спасибо. А у тебя много в репозиторий добавилось звездочек после этого соревнования? Ну, прилично, да. А вообще на форуме писали то, что пользуют тоже твою библиотеку? Да, в принципе, первое место точно использовала, ну там, десятая, третья, пятая, ну, короче, очень много на самом деле, да. Мне кажется, процентов 70 участников использовали их. Круто. Остались ли еще вопросы? А дефекты у вас накладывались друг на друга? Или они только отдельно были? Нет, дефекты между собой не пересекались. то есть маски были без пересечений. Да, ясно. А сколько вы много картинок сейчас отсеяли перед рвами? Ну, на первые два шага нам отсеяли примерно половину всех картинок. Вот. И у нас сегментации и мультилайблы и бинарные были гораздо быстрее именно из-за того, что мы отсеяли половину. Спасибо. Спасибо большое. Может быть, последний вопрос? Давай. Соревнования с Северстали было известно? Они как-то завязают что-нибудь полученное? Посмотрим. Можешь поинтересоваться в ОДС. Там, в принципе, есть ребята из Северстали, которые как раз написали, что после того, как закончился уже эффициент серраунд, написали, что в целом они очень заморачивались по разметке и что каждый дефект размечало несколько человек, то есть несколько экспертов, и если они между собой не соглашались, там подключались еще эксперты. И в том, что как раз train, public и private это были, там распределение по классам они сделали одинаковое, но это были разные листы стали и, собственно, разные рулоны, поэтому, видимо, так, кто оверфитнулся сильнее того шейкапнул. Спасибо большое. Поблагодарим ребят.